всем привет рада приветствовать вас на своем канале уроки вязания в этом видео предлагаю вам связать вот такую модель шапочки с очень нежным узором узоры назвала галочки он такой ненавязчивый очень нежный но в то же время он достаточно хорошо украшает лицевую гладь шапочка вяжется очень просто я думаю справится даже новичок данную модель я вязала на окружность головы 56 57 сантиметров на нее у меня ушло ровно два моточка пряжи с метражом в 50 граммах 210 метров вязала я в 2 ниточки также вы можете заменить аналогичный метражом либо можете заменить пряжу в 50 граммах 105 метров расход также будет 2 моточка вязать будет только в одну нить также есть у drops фирмы меринос с метражом в 50 граммах 105 метров если вы хотите связать шапочку из мериносовой шерсти это шапочка связано из шерсти с альпакой пряжа называется flora также от производителя фирмы drops и так по характеристикам данную модельку я связала с отворотом благодаря чему можно регулировать высоту шапочки отворот не фиксированный я думаю это достаточно удобно также вы можете связать с коротенькой резинкой кому как нравится данная моделька подходит абсолютно всем и ребятишкам и взрослым узор достаточно такой ненавязчивый по поводу узора раппорт узора состоит из 8 петель в ширину поэтому количество петель при вязании основного полотна у вас должно быть кратно 8 и так по высоте с отворотом она у меня получилось 22 сантиметра вяжется шапочка достаточно просто давайте приступим к вязанию и так вязать мы будем с вами из пряжи drops flora здесь состав входит еще альпака здесь 65 процентов шерсти 35 альпаки здесь в 50 граммах 210 метров вязать мы будем два сложения аналогичный метраж 50 граммах 105 метров вы можете использовать любую другую пряжу аналогичный метражом я буду использовать эту цвет кому интересно номер 14 и так вязать мы будем спицами номер три с половиной я вижу на длинной леске если вы будете использовать спицы с укороченной леской также вам понадобятся еще чулочные спицы для удобства закрытия макушки ну что давайте приступим и так отматываем необходимое нам количество нити располагаем не так чтобы нить от матка была на указать на пальцы а кончик на большом дальше на спицы номер три с половиной мы будем набирать с вами 117 петель 116 основного полотна и одну петельку для замыкания вязания в круг обычным способом набираем с вами 117 петель вот таким образом сильно не затягивайте так дальше продолжаем самостоятельно и так после того как мы набрали с вами необходимо количество петель если вы вяжете на длинной леске как и я вам для соединения вязания в круг нужно будет вытащить лесочку в двух местах таким образом вытаскиваем смотрите чтобы краю вас не перекрутился расправляем и соединяем наше вязание в круг для этого с левой спицы на правую первую петельку снимаем а с правой спицы на левую набрасывают на эту снятую набросили дальше ее сбрасываем подтягиваем и возвращаем на место так как шапочка у нас с вами будет отворотом для красивого наборного края нам нужно будет сами вязание развернуть разворачиваем наше вязание начинаем провязывать резиночкой 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная и таким образом продолжаем с вами до конца ряда лицевые я вижу за переднюю стенку изнаночные я вижу классические я долгое время вязала бабушкиным способом но считаю что классическим изнаночные в резинке получаются гораздо аккуратнее красивее получается резинка ну вы можете вязать как вам удобно и так продолжаем до конца ряда и так после того как мы с вами провязали первый ряд резинки можно повесить маркер для определения начала ряда и дальше вы будете вязать по кругу по рисунку 1 лицевая 1 изнаночная высоту 13 14 сантиметров как вам больше нравится смотрите можно связать более такую высокую резинку ну я в среднем вяжу 14 сантиметров так что вяжем самостоятельным и встретимся с вами уже когда будем переходить к вязанию основного узора и так после того как мы с вами провязали нашу резиночку на необходимую нам высоту мы переходим к вывязыванию основного узора и так так как раппорт узора у нас с вами 8 петель в ширину количество петель нас должно быть кратно 8 у нас с вами 116 петелек и ближайшее кратное число большую сторону это 120 петель будет кратная 8 и так нам нужно с вами прибавить в процессе вязания 4 петельки равномерно прибавлять мы будем из протяжек и так переходим к вязанию основного узора раппорт узора у нас 8 петель в ширину и 8 рядов высоту и так первый и второй ряд нашего узора мы провязываем просто лицевыми петельками просто все петельки лицевые и равномерно мы с вами прибавляем 4 петли каким образом смотрите вот например у нас лицевая петелька мы поднимаем и вот так вот скрещены провязываем все прибавили одну прибавили дальше продолжаем вязать все петли лицевыми и опять равномерно прибавим также из протяжки еще три петли вот таким образом продолжаем до конца ряда и так третий ряд смотрите вот у нас начало ряда мы с вами начинаем наш рапорт и так вторую петлю с левой спицы мы протягиваем так набрасываем на первую видите вот таким образом провязываем ее лицевой а потом первую петельку провязали лицевой вот так 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 все раппорт узора нашего готов далее опять заводим спицу во вторую петлю так можно даже пока не перебрасывать можно сразу провязать лицевой потом набросить на 1 провязать 1 лицевой далее 5 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 2 раппорт нашего узора готов давайте еще раз повторим вот берем вторую петельку вот так можем набросить сначала на первую далее провязываем ее ведь и сначала провязываем вот эту вторую потом первую 6 лицевых раз два три 4 5 6 раппорт готов опять вторую петлю набрасываем на первую но мы ее не сбрасываем ее сначала провязываем лицевой потом первую петлю лицевой так перекрестили провязали и 6 лицевых и так продолжаем сами до конца ряда повторяем рапорты и так провязали третий ряд до конца далее 4 5 и 6 ряд мы будем провязывать просто лицевыми петлями просто вяжем по кругу лицевыми петлями 4 5 6 ряд встретимся с вами уже в седьмом ряду и так 7 ряд как мы будем провязывать нужно нам сместить вот эти вот петельки шахматном порядке провязан сначала 4 лицевые 1 2 3 4 далее опять вторую петлю мы набрасываем но то же время мы ее не сбрасываем а провязываем лицевой 1 2 и 1 далее 2 лицевые 1 2 все раппорт узора нашего закончен далее начинаем заново 4 лицевые 1 2 3 4 далее вторую петельку опять мы перекрещиваем с первой возвращаем провязываем лицевой потом первую провязываем лицевой сделали 2 лицевые 2 лицевые все 1 2 2 2 раппорт у нас готов видите перекрещивание у нас шахматном порядке теперь 5 4 лицевые 1 2 3 4 эту петельку мы перекрещиваем провязываем далее 1 2 лицевые все 3 раппорт нас готов и повторяем с вами до конца ряда так мы провязали с вами 7 ряд видите у нас также между скрещиваниями при повторении раппорта получилось по 6 петелек между вот скрещиваниями как и в этом ряду вот таким образом между скрещенными по 6 петелек и так 8 ряд восьмом ряду мы провязываем все петельки лицевыми просто по кругу все петли лицевые и так после того как мы провязали с вами восьмой ряд мы будем провязывать с вами с 1 по 8 ряд на необходимую нам высоту я буду провязывать от резиночки высоту приблизительно 15 сантиметров вот именно вот отсюда высоту 15 сантиметров и встретимся с вами когда уже будем делать убавление а сейчас провязываем самостоятельно повторяем с первого по восьмой ряд на необходимую нам высоту и так после того как мы провязали сами на нужную нам высоту я провязала 15 сантиметров от резинки от начала дальше переходим к убавлению убавлять мы будем через ряд один ряд провязывать с убавлениями другой ряд провязываем по рисунку и так убавляем и провязывая 2 вместе лицевой с наклоном вправо и так лицевые у меня стоят вот этой стенкой поэтому я их не разворачиваю все петельки провязываем по 2 вместе лицевой с наклоном вправо и так мы с вами продолжаем до конца ряда таким образом второй ряд и во вторую во втором ряду мы провязываем все петельки по рисунку просто лицевыми петлями без убавлений и так провязываем до конца ряда далее в третьем ряду мы опять делаем убавление также как их первым провязываем по 2 вместе лицевой с наклоном вправо в четвертом ряду опять все петельки лицевыми по рисунку в пятом ряду опять провязываем по 2 вместе лицевой с наклоном вправо в шестом ряду провязываем все петельки по рисунку и уже будем стягивать макушку так что сейчас провязываем самостоятельно и встретимся с вами когда уже будем стягивать макушечку ну вот после того как мы с вами закончили убавление дальше отрезаем нить оставляем кончик 10 сантиметров приблизительно и стягиваем макушку переносим все петельки на иголочку таким образом перенесли подтягиваем далее выворачиваем нашу шапочку наизнанку подтягиваем и проходим все еще пару кругов через те петельки через которые мы с вами стягивали и таким образом тем самым хорошо зафиксируем нить и заполним эти петельки ты все вот такая макушка у нас с вами получилось она идеальная для помпончика и так и так ну вот наша шапочка готова далее мы с вами будем делать влажно-тепловую обработку стираем при температуре воды не выше 30 градусов со средством для стирки шерстяных изделий аккуратно прополаскиваем не выкручиваем отжимаем чистое полотенчик а выкладываем на ровную поверхность периодически шапочку переворачиваем до полного высыхания далее прячем все кончики крепим помпончик и носим с удовольствием вот такой очень красивый нежный узор у нас с вами получился очень хорошо смотрится на вине на мере носовой пряжи надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал включать уведомления о новых публикациях вяжите с удовольствием всем всего доброго пока пока